Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерочек, с вами Криптофатеев и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогноз биткоина, ну и позитивные новости по эфириуму, по ETF, ETF могут принять раньше, чем вы себе представляете и, соответственно, сегодня я вам дам факты, почему. Что касается рынка криптовалют, по биткоин кэш я сегодня говорил свое мнение, я особо не, значит, сейчас не вижу смысла заходить как-то на всю котлету и тем более выделять огромное количество баланса, чтобы заходить в биткоин кэш, почему, потому что я ожидал большего, соответственно, взрывного роста у нас не произошло, произошел всего лишь форк, ничего серьезного здесь нет. Basic Attention токен растет и то больше при добавлении на Coinbase Pro. Что касается, значит, у нас бирж, я здесь не смотрю на Coinbase, кстати, я смотрю на Bitfinex, что касается биткоина, очень примечательно то, что шортовые позиции у нас сильно снизились и они снизились до минимума практически 1 сентября, но если мы будем говорить, то даже ниже позиции находятся, нежели в 24 сентября, и, соответственно, мы видим, что сейчас 24 тысячи с половиной позиции у нас открыто, и, соответственно, лонги чуть подросли на 3 ноября. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что шортовые позиции у нас снизились в связи с тем, что, во-первых, киты закупаются вне биржи, киты закупаются вне биржи биткоином и эфириумом. Если что, смотрите мой позапрошлый ролик, который выходил еще вчера, и сегодня с утра я еще объяснял, как глава Bitmex манипулирует сознанием людей, как он специально толкает хомячков продавать криптовалюту сейчас. Сейчас продавать криптовалюту, ну, может поступить только псих, даже если он покупал ее в сентябре, если мы будем брать криптовалютные активы, такие как эфириум или биткоин. Соответственно, сейчас никакого смысла продавать криптовалюту нет, это во-первых. Во-вторых, у нас ETF могут быть приняты и дедлайн стоит на 5 ноября. То есть, непосредственно те ETF, которые были отменены у нас еще 22 августа, вот эти 9 ETF, не включая ванок, потому что ванок уже перенесены на следующий год, мы непосредственно можем увидеть 5 ноября уже какие-то сдвиги, потому что уже установила крайний срок SEC, это комментариев на 5 ноября. Соответственно, 26 октября это уже старая дата, 26 октября это непосредственно ошибочная дата, которую сейчас люди якобы считали. Это нужно учитывать и какие у нас ETF будут, это 2 Granite Shares, 5 Direxion и 2 Odpro Shares. Имейте в виду, некие люди могут путаться, но имейте в виду, что у нас также ETF могут повлиять на рынок. Поэтому 5 ноября, а именно после завтра, так как завтра у SEC выходной, в понедельник у нас уже будет решение. Соответственно, мы можем заявить, что шарты у нас упали в связи с вот этими двумя, конечно же, событиями. Что касается других новостей, то что у нас 11-летний сын генерального директора Google Эрихома, он непосредственно майнит Ethereum, это очень интересно. И непосредственно Google SEO Sundar Pichai недавно упомянул, что его 11-летний сын занимался добычей эфириума и использует он при этом семейный компьютер. Что также нужно учитывать, что он лучше понимает, как работает эфириум, нежели как работают бумажные деньги. То есть это ему больше интересно. И, соответственно, тут говорится, что в будущем поколение, которое есть сейчас, молодое, оно, естественно, будет больше склоняться, пользоваться криптовалютами и знакомиться с блокчейном. Также JP Morgan заявил, что он сильно верит в эфириум, а не самые верующие, кого можно только найти. Потому что эфириум действительно из себя представляет единственную технологию, которая хоть как-то сейчас заявляет на рынке о себе. Да, ICO не пользуется, но пользуется смарт-контрактами. А также, что такое JP Morgan? Это американский финансовый холдинг. Исторически это финансовый конгломерат, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. И штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Также при этом нужно учитывать, что капитал это 255 миллиардов в 2017 году, оборот 99 миллиардов в 2017 году, чистая прибыль 24 миллиарда тоже в 2017 году. Соответственно, мы имеем дело с верующими, которые орудуют очень хорошими деньгами. Причем, конечно же, капитализация больше, чем у эфириума. Даже при максимальных значениях эфириума, у эфириума не было 200 миллиардов капитализации зимой. Соответственно, это очень классно. Это уже нам говорит о том, что эфириум сливать, ай-яй-яй, не-не-не, это плохая затея. Лучше заведите себе холодный кошелек и забудьте за эфириум на года два. Что у нас касается NASDAQ. Она непосредственно пытается решить криптовалютные манипуляции. И, соответственно, популярная криптовалютная биржа Gemini, она уже использует технологию NASDAQ в виде смартс и решения для надзора за рынком. Надзора и соответствия. Ну, то есть добиваются того, чтобы не было манипуляций, как это было вот до этого. Когда, в принципе, биткоин прыгал, когда была все-таки какая-никакая волатильность. Но, тем не менее, конечно, от махинации избавляется. Сказать, что это хорошо или плохо, я считаю, что как только институционалы зайдут сюда, вот тогда будет хороший бум биткоина. И я считаю, что несмотря на то, что волатильность у нас была бешеная, я считаю, что она будет бешеная тогда, когда вольют сюда деньги. И уже когда будет у рынка триллион долларов, мы не будем уже, конечно, такую волатильность видеть. Но мы будем одни из тех, кто разбогател. Почему? Потому что сейчас рынок криптовалют из себя представляет тихую гавань. И, естественно, здесь институциональных инвесторов, как таковых, еще нет официально. Ну и, в принципе, реклама. Как, собственно, обойти бан от Google и Facebook, если нельзя рекламировать при этом биржу или обменник. Вот у нас есть очень интересный вариант, чтобы клеить это все дело на автобусы. Потому что в Нидерландах запрещены показы рекламы Google и Facebook, именно криптовалют. И, соответственно, мы видим, что здесь у нас происходит реклама криптовалют. А именно обменника, где можно обменять или купить криптовалюты. Разработчики Ethereum и Filecoin создадут ASIC для блокчейна нового поколения. Это все направлено на создание специализированного оборудования для Ethereum 2.0. И, как известно, термин ASIC в основном ассоциируется с специализированным оборудованием для добычи криптовалюты. Однако в Ethereum 2.0 это решение будет задействовано на несколько ином процессе, не требующем интенсивных вычислений, обычно связанных со значительными капитальными затратами на оборудование. Ну и также опенсорные ASIC устройства раньше не существовали. Это очень меня вдохновляет, говорится в сообщении. Очень интересно и, по словам Виталика, конечно, в результате этих нововведений сеть Ethereum станет более быстрой и безопасной, менее энергоемкой. А ее пропускная способность превысит тысяч транзакций в секунду. Ну и биткоин-биржа BitFenix добавила в листинг Digibyte. Это та криптовалюта, о которой я вам говорил, когда представлял свой топ криптовалют, которые могут в будущем быть добавлены на биржу. Также Binance Digibyte также лежит в этом топе. Ну и так как произошел у нас пока что только листинг на биржу BitFenix, мы видим, что Digibyte, он в принципе рос до этого почти на 4,5%, а сейчас он опять откатился до прежних значений. В принципе, это все такие новости, все такие дела. Я считаю, что по поводу Ethereum, по поводу биткоина, это две криптовалюты, которые просто не нужно сливать, где бы вы их не закупали. Также обратите внимание на шорт, насколько они упали. И почему бы сейчас не встать в шорт, потому что многие криптоскептики, они уверены, что биткоин пойдет еще ниже. Но так как вот эти две новости огромного масштаба появились, которые просто не дают право вам непосредственно выходить из биткоина и также становиться в шорт, я считаю, что при этом уже криптоскептиков и не осталось, потому что все стало на свои места. И мы понимаем, зачем тут этот флет, зачем убили волатильность и кто сейчас здесь закупается и почему он это делает. Соответственно, можно заявить, что очень позитивный, конечно же, сейчас, на данный момент настроение на рынке, лично даже у меня. Потому что до этого действительно было непонятно с биткоин ETF, почему они молчат, где дедлайн, почему ничего не публикуется. Но сейчас мы уже узнали, что дедлайн и крайний срок у нас 5 ноября. Поэтому будем ждать. Я считаю, что, возможно, примут биткоин ETF и если это случится, то это будет очень даже весело. Почему? Потому что в сентябре киты закупали биткоин, а сейчас они ждут. Они ждут, когда придут институциональные инвестора. Ну а с вами был Криптофатеев. Всем удачи и всем пока.